МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшний выпуск открытой политики мы начнем вовсе не с вступительного слова дорогого Радия Фаритовича на оперативном совещании в правительстве, а с того, что выпуск этот наш юбилейный 500-й. Человеку свойственно придавать какое-то сакральное значение круглым цифрам, свойственно вдаваться в философию и самоанализ, попытку понять, зачем и что делается. Собственно, я тоже не исключение. А вот 500 выпусков открытой политики, это все-таки 250 анализов оперативных совещаний и 250 еженедельных итогов, происходящего в республике. Все вместе это попытка понять, что же делают власти региона и как это отразится на нашей жизни в ближайшем и отдаленном будущем. Надеюсь, что хотя бы что-то из этих задач и целей у нас реализуется и получается. Подтверждением этом является то, что аудитория канала неизменно растет, особенно в последнее время. Мы уже приблизились к отметке в 37 тысяч подписчиков, мы уже перешагнули рубеж в 12 миллионов просмотров. Все это говорит, что интерес к нашему продукту все-таки имеется. Все это внушает в очередной раз надежду на то, что действия и усилия наши не бесполезны. Ну и, конечно, мы благодарны нашим подписчикам и постоянным зрителям за то, что они и поддерживают наш канал, поддерживают и морально, и материально, и информационно. Действительно, это не одностороннее движение. Мы получаем огромное количество информации от наших подписчиков. Информация эта разная, иногда полезная, иногда не очень. Но во многом мы опираемся на то, что вы рассказываете нам о том, что происходит в нашем регионе. Так что движемся дальше. 500 – это много, но 500 – это не предел. Возвращаемся к оперативному совещанию, которое произошло вчера в правительстве Республики Башкортостан. Произошло вовремя. В срок председательствовали в неполном составе Хабиров и Толкачев. И начали с того, что, дорогой Радий Фаридович, восхитился очередной поездкой в Иран министра промышленности, энергетики и прочих благ господин Шильдяева. На прошлой неделе, с 16 по 21 мая, официальная делегация республики под руководством заместителя премьер-министра Александра Николаевича Шильдяева находилась с визитом в Исламской республике Иран. На этот раз Александр Шильдяев сгонял в Иран на мероприятие со странным названием «Иран-Ойл-шоу». Был осуществлен визит официальной делегации деловых кругов в город Сигиран, где проходили два знаковых для российско-иранских отношений мероприятия. Это энергетический деловой форум «Иран-Россия», организован Министерством энергетики Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты России и Министерством нефти Ирана. И международная выставка «Нефть, газ и нефтехимия» Ирана «Иран-Ойл-шоу». Не до конца понятно вообще предназначение подобных мероприятий и смысл поездки на такие увеселительные мероприятия, на такие дальние расстояния. И, судя по всему, главным контентом этого «Иран-Ойл-шоу» была тема того, как прикалываться и не унывать. Если твоя нефть больше никому не нужна, ее никто не покупает. Закономерно, что господин Шельдяев итогом этого своего визита сделал подписание договора о производстве в Башкортостане детских игрушек. Причем здесь нефть окончательно непонятна. В ходе встречи здесь обсудили мы вопросы локализации производства игрушек на территории нашей республики. Предварительный объем инвестиций по проекту может составить около полутора миллиардов рублей. На эти средства предполагается строительство завода, что позволит производить около 70 наименований детских товаров. От неимоверного успеха господина Шельдяева в Иране перешли к делам земным. И Хабиров с тревогой, такой настоящей тревогой, заговорил о неизбежном и грядущем ремонте Шахшинского моста, который, как он выразился, находится в предаварийном состоянии. Ремонт Шахшинского моста, безусловно, вызовет определенные проблемы с трафиком. И это мы должны признать. Но сделать этот ремонт мы должны. Мост, по сути, предаварийный. В этой связи Ратмил Фалич вам и, соответственно, Фанур Мухамманович вам поручение. Людей надо информировать заранее, чтобы они меняли свои графики, понимали, как обещать и так далее. Радий Фаридович уже спинным мозгом чувствовал, что команда верных, но не очень умных, сделает все, как обычно, через анальное отверстие. И потому стал заранее упрашивать своих подчиненных, чтобы они обезопасили его от всех проклятий и злопыхательств жителей, и которые будут испытывать неизбежные серьезные проблемы с перемещением из Шакши в город и обратно. Поволновавшись немножко за шахшинцев, Хабиров обратно вернулся к международным темам, которые даются ему, очевидно, легче, чем проблемы и решение проблем в регионе. Нам Хабиров рассказал, что на минувшей неделе он сгонял в Казань на федеральный форум «Исламский мир», где сделал поистине сенсационное заявление. «Исламский мир» от нас не отвернулся. И более 80 государств исламских, в общем-то, поддерживают нашу страну в своей борьбе против нацистских формирований на Украине. Сегодня Башкорфистан имеет внешнеэкономические связи, товарообородство с 112 странами. На «Исламский мир» приходится 23 страны. И стоит отметить, что 23 страны из общего пула стран, с которыми мы сегодня ведем экономическое сотрудничество, составляют более 25%. Поясню, почему это заявление так меня потрясло. Ну, вовсе не тем, что Хабиров в очередной раз опять откопал где-то на территории земного шара очередной нацизм, а тем, что Хабиров отыскал на планете более 80 исламских стран. Видимо, мы действительно всерьез что-то пропустили. Вообще-то до сих пор считалось, что в мире 35 стран, где ислам и исламская религия является подавляющей, и ее исповедует большинство населения, и только в 28 странах из этих 35 ислам является официальной государственной религией. Я давно говорил, что ради Фаритовича нужно купить учебник арифметики, но теперь, пожалуй, что ему нужно приобрести еще и глобус. Далее поговорили все-таки о ситуации в ЖКХ на дорогах. Ирина Александровна Голованова рассказала нам, что в эту неделю у нее было очень много аварийных отключений. Два случая отключений более 8 часов в Уфе и 16 аварийных отключений менее 8 часов. За прошедшую неделю в республике произошло два случая аварийного отключения коммунальных ресурсов с превышением допустимой продолжительности перерыва их предоставления. Также в Уфе зарегистрировано 16 отключений коммунальных ресурсов, где устранение аварий завершено в пределах нормы времени. При этом госпожа Голованова никоим образом не упомянула о массовых отключениях воды горячей, холодной и прочих ресурсов по городу Уфе, которые у нее называются плановыми. Вообще трудно объяснить логически, зачем отключают на несколько недель воду в квартирах, в домах, причем в огромном количестве. Наверное, у них есть какое-то технологическое объяснение, но что-то мне подсказывает, что это просто неумение правильно и быстро обслуживать систему инфраструктуры ЖКХ, и вот они отключают на неделю, на две воду. Но на самом деле это, конечно, колоссальное мучение. При этом Голованова утверждает, что субботники и дни чистоты продолжают радовать ее саму, равно как и 3,5 тысячи дворников, которых все еще не позабирали на специальную военную операцию. Также в республике продолжается проведение субботников в дни чистоты. В среднем ежедневно было задействовано 1122 единицы техники и 3,5 тысячи дворников. Доклад закончен. Хабиров послушал Голованову и никак не прокомментировал ее деятельность. Несмотря на то, что на прошлой оперативке он гневно обещал нам показать свой страшный, ужасный альбомчик, в котором, видимо, живописуются все безобразия ЖКХ республик. Со следующей недели вновь выехать по территориям и предоставить мне альбом. Значит, главным муниципалитетом я говорю следующее. Этот альбом, наиболее яркие эпизоды из этого альбома, я публично опубликую на ВКСе. Но никакого альбомчика нам он не показал. В очередной раз Радий Фаридович нас надул. Хотя, на самом деле, за минувшую неделю ничего не изменилось. Мусор, ветки и прочие безобразия продолжают лежать там же, где они лежали, но просто Радий Фаридович решил не пускать в ход свой магический альбомчик. Господина Колебанова в этот раз на совещании не было. Выступал за него зам Руслан Фаридович Гарипов, который сообщил, что количество дорожно-транспортных происшествий в республике Башкортостан на минувшей неделе превысило количество этих дорожно-транспортных происшествий за аналогичный период прошлого года. Ну вот, то есть, видимо, наступает та грань, когда вот эти замечательные успехи господина Колебанова начинают потихоньку смываться действительностью. Всего на прошлой неделе произошло 54 ДТП, 58 человек в них пострадало и 9 человек погибло, что тоже несколько выше среднего. Ямочный ремонт, до окончания которого у Министерства транспорта и дорожного строительства осталось всего 24 дня, ну, практически, по их словам, завершен. Проинспектировано 90% дорог, выявлено 78 тысяч дефектов на дорогах и устранено 59 тысяч этих дефектов. То есть, на 74% они завершили ямочный ремонт, по крайней мере, им так кажется. Неумолимо и вновь движемся мы к безупречному состоянию дорог, ну, как обычно каждый год у нас случается, летом и, соответственно, полному освоению бюджетных миллиардов дорожного фонда. Я сегодня, честно говоря, ехал с утра по дорогам Уфы и видел, как нанесли разметку на перекрестке Карла Маркса и революционный, это, конечно, какой-то адский ад. Такое ощущение, что они купили какую-то новую импортную технику, которая не только наносит вот эту вот пластиковую разметку на поверхность асфальта, но и сразу же ее портит. Видимо, это такая дополнительная, очень дорогая опция. А там, где были рельсы, там опять пришлось пускать в ход топоры, чтобы прорубить эту разметку. Ну, в общем, конечно, какой-то не просто прошлый век, а какой-то каменный век в плане этого текущего ремонта дорог. Далее, на полном серьезе перешли к самым важным вопросам нашей непростой жизни. Ну, это же оперативное совещание в правительстве, это не где-нибудь там в сельсовете. Хабиров попросил осветить, как он выразился, важный вопрос. А именно, готовность развлекательного оборудования к сезону в республике Башкортостан. Вот, ну, сами понимаете, вот готовность развлекательного оборудования, это, ну, просто очень важно. О готовности аттракционной техники к весенне-летнему сезону. Да, уважаемые коллеги, этот вопрос важный, чтобы наши дети спокойно могли наслаждаться. Урал Салаватович, пожалуйста, ваш доклад. За состояние каруселей и качелей в республике Башкортостан теперь отвечает Урал Искандаров. Ну, тот самый, который был раньше судьей арбитражного суда, тот самый, который потом стал министром экологии, но катастрофически со своей задачей не справился и скатился вот до проверки качелей и каруселей. Урал Салаватович бодро доложил, что в республике Башкортостан чуть более 500 единиц развлекательной техники, из которых, вообще-то, 109 – это зимние горки. Но, тем не менее, Урал Салаватович мужественно и беззаветно лично проверил каждый объект развлекательной техники, прокатился на каждой горке, не жалея штанов, и даже забраковал 11 развлекательных аттракционов. Ну, в общем, даже не сомневайтесь, дорогой Радий Фаритович, катайтесь на здоровье. Вот примерно такой вывод можно было сделать из доклада господина Искандарова. Еще одним важнейшим вопросом современности оказался вопрос эффективности использования автоклубов. Министр культуры Амина Шафикова заверила дорогого Радия Фаритовича, что вверенные ей 46 миллионов рублей были превращены исключительно в пользу для народа. Сельчане не нарадуются вот этим автоклубам, которые колесят по отдаленным районам республики Башкортостан, не жалея покрышек. А к мобильным библиотекам выстраиваются очереди не только работниц мясомолочных ферм в далеких районах Башкирии, но даже и сами коровы с этих ферм иной раз заходят взять книжку почитать. Были приобретены 10 передвижных многофункциональных культурных центров автоклуба. Задача автоклубов – это обслуживание населения в тех населенных пунктах, где отсутствуют стационарные клубы. На приобретение автоклубов было выделено за два года 46 миллионов рублей федеральных средств, и средняя стоимость автоклуба составила 4,6 миллиона рублей. Как вы видите, на слайде фургон автоклуба трансформируется в сцену, в кинотеатр, в библиотеку. Для этого в них есть все необходимое оборудование, монтированная сцена, звуковое и световое оборудование, беспроводные усиленные микрофоны, микшеры, а также автономный источник электроэнергии. Кроме этого, в мобильной библиотеке, по задумке Амины Шафиковой, совершенно неотъемлемая часть глобальной международной книжной ярмарки, которая состоится в ближайшее время на Советской площади, само собой понятно. В общем, упоминание Советской площади окончательно покорило душу и сердце дорогого Ради Фаритовича, и идея ему очень понравилась. Он ее так похвалил и назвал, знаете, пропагандой проповедования книг. Вот это дословно. Ради Фаритович назвал это так. Вообще, это пропаганда проповедования книги, литературы, национальной, русской. Вообще, в целом, всех приглашаю, потому что это действительно будет одно из самых интересных мероприятий в календаре нашей республики. Похоже, что остатки русского языка в правительстве республики Башкортостан окончательно похищены господином Авзаловым и остается пользоваться тем, что осталось, как говорится, на языке. Завершая оперативное совещание, Хабиров сообщил почтенной публике, что намечающийся в Сибае инвест Сабантуй неожиданно меняет основную тематику. Было решено больше не обсуждать глобальное сотрудничество с грозными экономиками Донецкой и Луганской республик, а посвятить мероприятия более нейтральной теме. Например, либерализация инвестиционного законодательства. Ну, что бы это ни значило в представлении Радия Хабирова, это, конечно, кардинальная смена темы. Я анонсировать хотел самое главное. Мы каждый раз стараемся понять, куда движется работа с инвесторами. И, наверное, главной темой, как мы договорились с организаторами, и этого Сабантуй будет все-таки презентация предложений Республики Башкорстан в части либерализации и упрощения инвестиционного законодательства. В завершении оперативки Хабиров упомянул пресловутого Азамата Абдрахманова, сообщив всем, если кто вдруг не понял или забыл, что Азамат Абдрахманов, 10-й вице-премьер в правительстве Республики Башкортостан, сменил Азата Барданова на посту председателя Межведовственной комиссии по недропользованию. И что вот этот самый Ишимбайский Абдрахманов уже выезжал туда и неплохо поработал. Ну, туда это, видимо, в Темясово. Так ведь, да, дорогой Радий Фаридович? А неплохо поработал, это вот это вот то самое, что он делал животом там, да, перед микрофоном. Ну, собственно, он там больше ничего и не делал. Надувал живот, расставлял широко ноги и вскидывал в небо руки. Собственно, вот это вот называется неплохо поработал. На самом деле, конечно, Радий Фаридович, вы делаете колоссальную ошибку. Вообще, упоминая об этом Азамате Абдрахманове, я думаю, что самое время его спрятать где-нибудь во глубине канцелярии и не вытаскивать на поверхность там месяц-другой, а то и подольше, потому что, ну, то, что произошло в Темясово, это, конечно, позор для власти. А для власти нет ничего страшнее, чем то, когда она становится смешной. Вот Азамат Абдрахманов приложил все усилия для того, чтобы рассмешить население образом власти, которое вот ему представляется правильным. То есть, так что, Радий Фаридович, лучше вы его куда-нибудь там, это, ближе к буфету перемещайте. Видимо, вняв моим стенанием и причитанием о нелегкой и постыдной роли Константина Борисовича Толкачева на оперативных совещаниях, в этот раз ему предоставили слово. Константин Борисович по команде очнулся и призвал всех участвовать в самых честных на планете Земля предварительных выборах Единой России. Угрожая неуязвимым, как ракета-кинжал блокчейном, разбитым на 8 частей, он сообщил, что аж 300 тысяч жителей Республики Башкортостан удалось втянуть в это голосование. Ну, удалось втянуть через госуслуги. И теперь уже успех и триумф этой затеи абсолютно неизбежен, как, впрочем, и всегда случается с Единой Россией. Сейчас в системе зарегистрировано 308 тысяч 732 избирателей Республики. Это больше 10%. Елки-палки, дорогой Константин Борисович, ну, вас опять явно ошельмовали и надули вот этим вот натовским блокчейном. Да и цифры, честно говоря, которые вы нам сообщили, они не впечатляют. У нас на канале, вот в нашем скромном канале «Открытая политика» в месяц больше подписчиков и зрителей, чем вы за полгода своей мощью всего административного ресурса смогли затянуть и собрать вот в число голосователей на этом вашем предварительном голосовании. В общем, то, что сказал Константин Борисович, конечно, было достаточно смехотворно, но от себя добавлю, что, в принципе, приличному человеку участвовать в любых мероприятиях Единой России, в том числе и в предварительных голосованиях, по меньшей мере неприлично. Субтитры создавал DimaTorzok